Пациент шел к терапевту, он знал, он пришел к врачу, а сейчас пришел к детсречеру, его отфутболил. На мной не маячила тень там следственного комитета. Это грустно, я вообще даже не знаю, кому так интересно работать. Проблема, должно следовать ее решению. Да зачем вам общий-то? Вот мы биохимия, вот это важно. Вопрос, как часто мы это находим? Доктор, вы спите, а я нет. Пока в больнице лежал, все было хорошо. А у вас ЭКГ без расшифровки, а ты врач или где? А кто может на этот вопрос ответить? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня в студии Первого медицинского канала. Я Михаил Геляров, врач-кардиолог и заместитель главного врача по терапевтической помощи ГКБ НР1 и Минипероговой. Моя уважаемая коллега Ольга Кулачкова, доктор-терапевт. И сегодня мы поговорим о тех границах, которые разделяют специальности терапии, как медицины внутренней, и врачей более узких специальностей, в частности, собственно говоря, кардиологии. Важная роль терапевта – это то, что модификация образа жизни. Кто должен, да? Причем ведь у нас очень часто медицина носит запретительный характер. Вам то нельзя, это нельзя, пить нельзя, курить нельзя. И никто не объясняет. Да. Нельзя все. Мне кажется, причем, кстати, да, люди иногда запрещают, ну, там, уж я не говорю, что вам рожать нельзя, вам то нельзя. Причем это же зачастую очень судьбоносные запреты, да, ну, понятно, что там курить нельзя, уж бог с ним, от этого только пользы, что называется. Но сама по себе, да, вот от модификации образа жизни, он все скажет, тогда мне, нафиг мне такая жизнь-то, да, то нельзя, это нельзя, пято нельзя, десять нельзя. Жизнь ли это? Тоже, мне кажется, на терапевте лежит, да, в широком понимании этого слова, и должно быть какие-то объяснения, да, почему так, почему эдак, да. Опять же, да, вот человек говорит, я бы хотел бросить, а как бросить? Это что же терапевты? Да, иногда нарколог приходится, вот реально, или психиатр, психотерапевт, иногда бывает приходится. Я скажу честно, да, я внуш, сталкиваясь вот с городской наркологической системой, я, честно говоря, вот, ну, мне кажется, что вот нарколог, ну, нет, ну, может, есть какие-то специализированные, да, более-менее частные. Ну, опять же, по знакомству же все, да, свои, да, знаешь, что этот человек работает с зависимостями, вот направишь к ним. Да, и как бы он там что-то как бы сделает, а так обычно, скажет, что тебе там, какие там, слушай, мы тут серьезные вещи, так сказать, лечим, как бы говоря, всякие там, абьюзусы, а ты тут с курением, так сказать, вон, иди наклей себе. Ну, терапевт, это просветитель, согласна, потому что бывает, приходят с совершенно неожиданными вопросами, вот он пришел там ко мне после инфаркта, например, с выпиской с этой, все весь послушный, весь там это, ой, вы знаете, у меня вот жена молодая, у меня двое маленьких детей, вот там это, а как мне вообще крутится, вертится, а сексом-то мне вообще как? Ну, и что делать? И приходится объяснять, и да, что вот да, и вообще у вас тут вот и препараты-то назначены хорошие, которые могут еще и сексуальную функцию вашу менять на более лучшую. Нет, ну, все стороны жизни-то, конечно, да, это такая же сторона немаловажная, без сомнений, так сказать. Да, или там летать, самолет, да, можно мне летать или нельзя, вот мне приходится... Я обычно говорю, если не за штурвалом, то можно. Да, я говорю, видите, кардиолог вам разрешит, смеется, нет, конечно. Ну, очень часто, кстати, приходится снимать какие-то чужие запреты, и для меня, вот так сказать, один из таких сильно, ну, я уж там, ну, самолет-то это же бухнем, это ерунда, и понятно, что летать можно, там, я не знаю, 99% всех пациентов, которые вообще к кардиологу попадают, да, там, наверное, только единичные люди с какими-то легочными гипертензиями, тяжелая болезнь легких станет, все могут летать. Там, например, люди спрашивают, да, там, ну, например, занять спортом, вот это тоже, я не всегда, кстати, считаю, что это в пределах моей даже компетенции, да, так сказать. Ну, это да, это же какие-то спортивные ракеты, специальные, они нагрузку должны как-то дозировать. Да, спорт вообще не полезен, физкультерам полезен. Он, конечно, не полезен, но сказать, что его нет, так тоже нельзя, да, тем больше там крутятся достаточно большие деньги, и зачастую люди, как бы, говорят, ну, что-то, как бы, это же судьба моя, да, у меня там, либо меня там канадские профессионалы возьмут, или вы мне скажете, там, и так далее. Как бы, вот эта часть, и еще, конечно, очень большая часть, так сказать, это вот женщины, там, беременность, там, как бы, очень много это вышло. А можно ли мне, да, у меня же вот самотофорная дисфункция. Ну, да, нет, еще доходят, разрешите мне. Да, 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 разрешите мне, это вообще прекрасно, или там, я там за ЗОЖ, я хочу бежать в марафон, или можно бежать в марафон? Ну, такой вопрос, я, пожалуй, ответил. Я не знаю, как отвечать, честно, я не знаю, как отвечать. Ну, даже если мы подвергнем человеку нагрузочному тесту, да, и он будет отрицательным, марафон, все-таки, это не совсем нагрузочный тест, это сверхнагрузка, да, это и обезвоживание, это и много чего другого, да. На этот вопрос, конечно, ответить очень сложно. И, кстати, сказать, вот по опыту собственной больницы, к нам был как-то марафон в Москве, нам двух больных привезли, один умер, совершенно натурально, а второго долго и нудно лечили от инфаркта. Вот, то есть, это все-таки не совсем полезная такая вещь. Ну, согласен, да, люди все время этим занимаются, да, и на эти вопросы так или иначе... Нет, я не понимаю, что они рискуют, да, то есть... Значит, мы с вами должны ответить на этот вопрос, нам же задают, а как, мы же можем сказать, я не знаю. А я, честно говорю, я не знаю. Нет, ну как, ну вы же должны как-то хотя бы предположительно сказать, чего вы опасаетесь. Я ему могу сказать, что на момент осмотра терапевтическая патология не выявлена, вот это я ему могу сказать. А может он бежать марафона или не может, это немножко другая тема. Нет, ну как, а кто... Насколько тренировано его сердце у нас. Нет, ну а кто может на этот вопрос ответить? Я думаю, никто. Нет, ну как, кто-то же может. Нет, кто-то может ограничить круг, скажем, марафонцев, явно больным, да, людям. Нет, но где-то вы можете сказать, что да, вам уж точно не стоит. Мы же не сновидящие, да. Нет, не сновидящих нет, понимаете, у нас вообще мы не можем, многие вещи с вами, хрустального шарта у нас с вами нет. От острой кардиомиопатии, да, раньше был диагноз, как острое решение сердца, или как оно там называлось давно-давно. Просто когда я училась, еще студенткой была, студент погиб как раз, вот какой-то такой диагноз ему написали. Ну, у нас всегда какой-то диагноз напишут, у нас нельзя умереть без диагноза. Острое расширение. Да, ну, острое сужение, расширение. Нет, ну, это фигня, все, конечно. Ну, конечно. У нас без диагноза умереть нельзя. Я, кстати, сказать, это тоже такой удивительный факт, что считается, что вот патолгоанатомическое вскрытие, или там, судья, он обязательно должен сказать, вот причина смерти такая-то. Такой-то диагноз. При том, что не такой уж малый процент случаев, когда они совершенно отчетливо говорят, мы не знаем. Первичная остановка. То есть мы не нашли, как бы, и так далее. Нету ничего, так сказать. Ну, не говоря о том, что там нет органолептических, а что там про, так сказать, те причины, которые мы с вами должны как-то прозреть. А вот, кстати, как они ее шифруют, это смерть? Не знаю. Сердечно-сосудистая? А почему у нас такая высокая, да, смерть сердечно-сосудистая? Ну, она на самом деле реально довольно высока. Это понятно. Я могу сказать, что в больнице, в наших, к примеру, не особо скрывают инфаркты, но было легко снизить с 30-ти процентной смертности до 15-ти. Ну, просто, так сказать, организовали эти сосудистые центры, и вообще больных как-то стали более-менее в реанимации класть, да, там, сорганизовали скорую помощь. Кстати, сказать, то, что ликвидировали кардио-бригады, это скорее плюс, чем минус. Да, конечно, в Москве-то. Ну, что, схватил, повез в больницу, так сказать. Логично, да. Что там, да, кардио-бригада может в своем этапе такого успеть делать? От кардио-бригады выигрывали только те, кто реально получал какой-нибудь стимулятор на госпитальном этапе. Таких людей мало. А с дефибриллятором, по идее, любой скоропомощник должен совладать, да, там, как бы, если что, приехал. И уж таких супер каких-то лечебных мероприятий за те, там, 20, там, минут, пока ты едешь до больницы, ну, чушь. Это в условиях города, я имею в виду. И вот эта смертность, конечно, сильно сразу сократила. Дальше до 10-ти уже процентов было, типа, сложнее. А вот дальше, так сказать, еще, да, когда вот там 7 у тебя, 5, вот ниж 5 вообще очень сложно снести. Вот мы посмотрели, у нас, например, ну, как бы говоря, в месяц стабильно 1-2 больных у нас умирают. Слушай, ну, люди смертные так на минуточку, нет? Абсолютно верные. Каждый раз ты смотришь, что жуть, а умер. И это прямо, ну, действительно, кто уже не может даже жить там. Тут много всяких. Но инфаркт тебе привозит каждый месяц разное немножко количество, да? Но все равно кто-то вот супертяжелый к тебе попадет, да? То есть, как бы более легких может тебе привезут, а тяжелого тебе привезут обязательно. И поэтому снизить дальше – это крайне сложно. То есть, мы исчерпали практически весь резерв, который мы можем госпитально снизить. Дальнейшее снижение смертности может быть достигнуто только, так сказать, за счет того, что вот профилактика, да, там, образ жизни – это то, что вот как бы задача нестационара, как говорится. То есть, терапевты и поликлинические виноваты в том, что... Конечно. Они не виноваты. Они должны... Понимаете как? Вот опять же, когда ты смотришь данные, там, регистра, да, там, условно европейского, да, и где показывают, у них там средняя смерть 4,5%. А у тебя ты там на ушах стоишь, понимаешь, там, 6,5, да, там, 7. А потом, понимаешь, у нас люди тяжелее болеют, да. Вот у нас запросто приедет человек, который говорит, а у меня сахар 10, и нормально. Или я вообще его не знаю. У нас вообще снижение, но не видят люди. У нас либо вообще ничего нет, либо вот все уже умирают, да. Абсолютно верно. То есть, вот этих средних каких-то моментов... Абсолютно верно. Они вообще не идут к врачу в это время. Более-менее ничего, потерплю. Он и рад бы, может быть, во-первых, ну, тот врач, к которому он придет в поликлинику, что он ему скажет? Ну, тебе все хорошо уже, да. Да он ему вообще ничего говорит, ну, что пришел, как говорится. То есть, жалоба тебя, понимаете, как бы, диспансеризация, но это, как бы говоря, в том виде, в котором она существует, это, в некотором смысле, профанация. Я вообще-то слово не люблю, ругательное слово. Ну, назовите это модным другим зарубежным словом скрининг. Сейчас у нас тоже скрининг, прям давай скрининг, будем осуществлять скрининг. Ну, так и вот, в общем, по большому счету. Если он грантно делается, наверное, это неплохо. Но это же не ЭКГ, извините, в любой момент времени. За выявлением какой-то проблемы должно следовать ее решению. То есть, проще говоря, ты выявил условно повышенный холестерин. Дальше должно что-то с этим воспоследовать. Оценки рисков, так сказать, и так далее. Ну, варечный, да. И это, опять же, должен делать врач первого контакта. Для этого не надо быть супер-кардиологом или пульмонологом. Я не знаю, это медокринологом, условно говоря. То есть, надо, блядь, поискать. Ну, то есть, как-то надо что-то... То же самое, повышенное давление-то выявил. Вот тебе, пожалуйста, как бы говорят. Я скажу, диабет, если-то выявил, то, в общем-то, так сказать, там лечение-то оно не бином, не ютон в первое время. Да, и занимаемся. Так как раз вот да. Вот это, так сказать, тоже. Еще будем с пульмонологом на эту тему говорить, кто должен заниматься диабетом. Во всяком случае, мне кажется, основной массой людей с нарушением, так сказать, обмена глюкоза, конечно, должны заниматься терапией. Тем более, что там, несмотря на изобилие сахароснижающих препаратов, все равно, по сути, все твердят о том, что, ну, бери любой. Ну, сейчас немножко там по кардиологической линии сдвинулось, новые там у нас, да, они типа кардиологически прекрасные, там как-то, да, дают какие-то дополнительные прибавки. А так-то, господи. Поэтому, то есть, получается, что очень много на терапевт на самом деле ложится. Другое дело то, что в реалиях этого нет вообще. Поэтому и вынуждены, мало того, что поликлиника делегирует больных в стационар, нет хорошей жизни, да, когда говорят, а вы там, вот, да, там, самотеки, там, да, как-то. Ну, человек-то в здравом, твердой памяти, он-то не хочет лежать в больнице, ну, в массе своей, да. И, то есть, это значит, что его проблема... Тоже по-разному. Нет, ну, послушай, ну, есть такие, кто пенсию экономит, есть кто там еще чего. Ну, если брать огромную большинство больных, ну, в больнице там не сладостно. По большей части, да. Конечно. Если он туда так-таки пришел, то, значит, его проблема не решается в амбулаторном звене. То есть, либо там его не могут обследовать там в какие-то разумные сроки, либо реально не могут лечить. То есть, просто так, соответственно, ну, таких очень мало. И даже если человек, вот нам кажется, что он там фигней страдает и там истерикой, ну, хорошо ему, что он плохо. И это значит, опять эту проблему не решают на амбулаторном уровне, да, так сказать, а вынуждены делегировать ее, как бы, в стационар. То есть, вот получается, что то, что мы говорим, да, так сказать, вот таких терапевтов-то их, где они? На самом деле, по поводу стационара, немножко, как бы, может быть, в защиту терапевтов, не знаю, даже хочется все время что-то реабилитировать, да. На самом деле, иногда еще направляем в стационар людей, которые, ну, вот иногда видишь, что человек не очень привержен к лечению, что он вот может забыть, может быть, он очень пожилой, может быть, он там какой-то такой раздолбай, что называется, еще что-то. А в стационаре, ну, он хотя бы увидит эффект от этой терапии. Тут он день принял, два не принял, у него давление скачет, он говорит, да, не буду ничего пить. А тут его положили в стационар, а у меня были такие пациенты. Да, и пока он лежит, у него все хорошо, он говорит, о, а если я буду принимать вот эти пять таблеток дома, может быть, у меня и не будет гулять давление. Такое вот, мне кажется, не работает. Их не так много, но есть, есть, есть такие люди, которые после стационара понимают, что есть разница. Да есть разница, разница в чем, конечно, во, в больнице-то почему, капельницы капали. И вот там врачи настоящие, а вы тут ни хрена не можете. Воды дали, да, в вены, а вы не льете. А вы вот, да, вот в стационаре, потом Илама Бог говорит, да, мне надо в стационар лечь, там потому что лечат. А потом, а не важно ничего, а там потому что таблетки тебе приносят медсестра, и ты их вынужден принимать. А дома ты этого не делаешь. Все правильно. И разъяснить ему то, что как бы, а потом он выписывает, говоришь, да, пока в больнице лежал, все было хорошо. Ой, как мало сознательных пациентов. А выписался, все нехорошо. Опять же говоря. Кто виноват, терапевт. Ну, отчасти на самом деле да. Да, да, потому что, ну, нет, ну, предположим, в идеале, да, что человек, ну, комплайнс-то тот самый, отслеживать, кто должен. Ну, в этом роли врача... Должен, если он приходит. Конечно. То есть, его вызываешь, вызываешь, смотришь, вызываешь. Нет, конечно, я при условии того, что есть возможность... А то он пришел, дневник вел, не вел, таблетку сегодня съел, чего у тебя давление 160, а я забыла, я и вчера не съел. Отлично. Ну, конечно, да, поговоришь с ним. Дай бог, чтобы он приходил. Дружески, дай бог, чтобы приходил. А, ну, опять же, да, так сказать, если это разовые какие-то консультации, да, много там, так сказать, там, малаторные люди там какие-то... Моя консультация, она разовая, да, я не могу, так сказать, ну, на там... Вести. Конечно, вот вести на ежемесячной, там, хотя бы даже основе, да, это уже не могу. И, наверное, должен. И, наверное, должен, да, так сказать. Опять же, да, или там... Потом, ну, тут много всяких «но», да, как бы говоря. Ну, ведь у нас невозможно, да, в массе своей врачу позвонить. В массе своей, да. А потом, с другой стороны, если начнут звонить все, да, 20 человек в день у тебя на приеме, да, и все начинают на звонить. Ну, хорошо, как бы, да, так сказать. Ну, во-первых, все, конечно, наверное, не позвонят. Я не знаю, честно говоря, как эта проблема решается, ну, в странах победившего капитализма, так сказать. То есть, ты считаешь, что должна быть обратная связь, да? Ну, мне кажется, что да. Я не знаю, какой рецепт, да. Я иногда позволяю. Иногда и я позволяю. Ну, нет, я же говорю про систему, а не про отдельных, там, по категории пациентов. Нет, вот как система, да, потому что вот куда бы мог человек, там, да, вот, что-то же можно и по телефону, знаешь, либо... То есть, цифры холестерина, посмотреть, там, трансаминага, там, много, там, тоже самое. Получили статин или повысили дозу, ну, что он через месяц сдал, да, он может, конечно, много, прекрасно, да. Ну, то ли это должны быть какие-то возможности, ну, я понимаю, что такое, что на личный телефон ты взвоешь, так сказать, когда тебе будет ночь, полночи, и тут тоже никто так там особо не отличается. Да, доктор, вы спите, а я нет. То ли, вот, да, иметь какой-то телефон, который работает в какие-то рабочие часы, но тоже, да, как, пока я веду прием, мне тоже неудобно отвечать на звонки. Вот, наверное, кстати, ну, там, кто может, да, это сильно выручает, и я действительно могу ответить на довольно большое количество сообщений в мессенджере, выделив на это условный час. При этом хотелось бы, чтобы этот час мне тоже оплачивался. А это было бы неплохо, да. Да, что я же работаю во благо, так сказать, тех же самых больных, так сказать, не важно же, да, так сказать, тратишь свое время. Работа с почтой, с письмами, так же, да. Да, да, вот, наверное, вот это какой-то такой способ, да, даже хотя бы если не телефонный. Вообще это было бы очень неплохо, да, действительно масса проблем, да. Который бы принимал твои звонки, там, вам звонил, там, товарищ такой-то. Какая прелесть, так, запишу, Геляров хочет секретаря. Ну, на самом деле. У тебя лучше двух. Два, только у нас у главного врача. А, понятно. Два секретаря, хотя у меня ни одного. Нет, мне-то как раз секретарь не особо нужен. Ну, почему? Вот пусть почта и разбирает. Да нет, ну уж ладно, я не преувеличиваю свои занятости. Я как раз имею в виду, когда человек ведет прием, вот, у тебя 20 человек на приеме, да, там, условно. Да, да, условно 20. И плюс тебе еще, как бы, 20 человек позвонит. Ну, это ты взводишь, так сказать, тут же. Ну, никакой личной жизни вообще. И, более того, ты не сможешь уделять вот внимание, как бы, тем людям, которые, так сказать, да, то есть, это должно быть либо время выделено, либо как-то, вот, как ты говоришь, мессенджер, либо как должен быть секретарь, который во врачебном офисе принимает некие там звонки, да, так сказать, формирует какие-то вопросы, на которые ты, так сказать, даешь какие-то ответы. Опять же, в то же самое, выделенное время. Нет, логично, логично. Нет, я иногда даю контакты, иногда даю контакты. Я тоже даю. Но я говорю, мне нельзя звонить, категорически запрещаю звонить, мне можно писать. Отвечу я, когда буду свободна. Если у вас экстренная ситуация, вызывайте скорую, решайте ее на месяц. Когда человек 80 лет, писать непросто. Согласна. Есть голосовые сообщения. Терпеть не могу, но иногда... Ну, слушай, это вообще как-то, голосовые сообщения даже я не умею, это правда. Я очень не люблю. Я же говорю, что какой-то канал, обратная связь, должен существовать. Более того, многие люди не пойдут на прием. Им не надо. Если они могут позвонить... Конечно, а зачем ему талон этот искать, в очереди там сдать, сдать вручей. Конечно. Многие были бы вполне удовлетворены. Но я не беру уж там тех, кто приходит ради того, что какие-то рецепты там выписывают, да, это уж совсем какая-то... Нет, нет, дневник давления прислать, например, да. Тоже поменяли препарат, поменяли дозу, например, да, еще что-то там. Телефон вообще можно сделать все, кроме детей, так сказать, вот, поэтому... Живот пропальпировать нельзя. Если нужен первичный осмотр, это одно. Ну, сейчас тут же ты скажешь, что как, это телемедицина, у нас закон. Вроде бы хорошо, да, когда мы пытаемся что-то упорядочить, а в итоге получается, что мы вбили некие барьеры, да. Получается, какая ерунда. Многие вещи вообще не нуждаются в таком регулировании, да, они как-то вот сам должны регулироваться. И они так и есть, когда ты с каким-то своим пациентом, еще с кем-то там, да, ну, люди разные, да, кому-то ты же даешь телефон, кому-то не даешь. По адекватности. Оно как-то саморегулируется, да, так сказать, получается. И оно могло бы саморегулироваться. А если ты начинаешь действовать исключительно, я не призываю, конечно, к тотальному беззаконию, но когда ты начинаешь действовать в рамках, так сказать, существующей нормы правил, ты тут же быстро понимаешь, что ты вообще ничего не можешь. Конечно. И не зря есть понятие итальянской забастовки, когда строго начинаешь срабатывать все правила, в итоге ты, так сказать, понимаешь, что работа просто... Работа невозможна. Невозможна, потому что на каждой есть указивка, есть порядок, есть еще что-то, и зачастую они друг другу еще и противоречат, так сказать. Что можно по одному, то нельзя по другому. Вообще сейчас работа врача, мне кажется, да, вот, если вы, она отчасти напоминает работу какого-то юриста, который начинает с толкования каких-то гайдлайнов. А эти то написали, а эти все, а вот, знаешь, вот это самое... И что мне за это будет, если я это совмещу? Да, и что мне еще за это будет? Потому что defensive medicine, она тоже существует, и куда без них деваться. Нет хорошей жизни, кстати. Да, это мы тоже все все понимаем. И опять же, я понимаю, зачем мы там... Я могу решить эту проблему, но мне скажут, а что ты не позвал хирурга? Хотя хирург, такой же врач, как и я, он вовсе не обладает ясновидением. Да, то есть он не сразу режет, правильно? Абсолютно верно. То есть точно так же будут симптомы... А с другой стороны, да, как бы говоря, если я вижу желудочно-кишечное кровотечение, то мне не надо, чтобы хирург походил, смотрел и принимал решение забрать его там куда-то. Я так все вижу. Ну, естественно, и это просто время потратиться. Или он назначил эндоскопию, почему я могу ее назначить сам? Конечно. Это же тоже, так же, как с ЭКГ, почему ЭКГ должен трактовать какой-то человек, трактует ЭКГ. Понимаешь, как это? Карты раскинул, он их трактует. Нет, я согласна, что должен быть специальный, наверное, человек на профосмотр, может быть, на что-то такое, на большой объем, когда идет большой объем чего-то профилактического. Наверное, да, пусть сидит там отдельный человек. Я, правда, не знаю, зачем нужны профосмотры. Не знаю, ЭКГ в профосмотре для меня тоже очень большая загадка, потому что это электрическая активность сердца в определенный момент времени. Вот он сейчас вышел, у него, в основном, кредитический приступ случился, его никто не увидел. Смысл? Ну, да. Тут анамнез даже больше. Я тебе скажу так, у нас основная проблема спряжена с тем, что у нас, ну как, вот давайте я вам сделаю, там, ты сделай такие-то анализы, что делать на всякий случай, диагностическая ценность, там, той же самой ЭКГ, там, она никаким не оценится в профосмотре. Сколько человек, вот с патологией сердца-то выявил, да, а у них-то там все подсчитано. То есть, мы обследовали 10 тысяч человек во время этого профосмотра, и, например, выявили, там, условно говоря, одну мерцательную аритмию. Стоит всем с ним отлить? Я думаю, что той патологии, возьмем ту патологию, которая действительно впервые выявлена, и она дико изменила, так сказать, что-то там такое, да. Ну, что мы можем выйти на ЭКГ в покое? Вот снимаю ее всем подряд, особенно людям работоспособным. Что мы ждем? Именно, именно, это профосмотра, человек пришел на работу, нормально, все с ним, жалоб нет. Жалоб нет, да, то есть, мы просто подряд здоровым людям снимаем, вот что мы ждем? У меня тоже очень большой вопрос. Нет, ну, понимаешь, это вот к вопросу скрининга, да, зачем мы всем исследуем, там, условный анализ крови, да, так сказать, мы что же, как часто мы выявляем, к примеру, анемию? Вот это двойный вопрос, это часто. Вот, понимаешь, если это часто, тогда это стоит делать, да, вот я же про то и говорю, если это часто, тогда это стоит делать. А если они как-то не выявляют, ни черта, тогда ее не надо делать. Нет, нет, пациенты даже, наоборот, преуменьшают значение общего анализа крови, они говорят, а зачем вам общий-то, вот мы биохимия, вот это важно, а общий-то вам зачем? Как зачем, здрасте, там столько показателей. Оля, повсеместный общий анализ мочи, вот что тут выдает? Честно говоря, я не знаю. Вот и я не знаю. Да, то есть, с жалобами понятно. Нет, может быть, может быть, да, это прекрасно, но мы же привыкли, да, а сейчас еще много. Есть бессимптомные бактериурии, есть там, да, какие-то... УЗИ в брюшной полости стало рутинным диагностическим методом, да? Нет, я понимаю, когда там делаем там словные какие-то там, а в поисках туберкулеза, так сказать, опять же говоря, и то там народ как-то это спорит. Ну, флюорограмму, просто лучше ничего не придумали, поэтому и делают. Да, а сейчас, как бы говоря, в стране мы богато живем, мы всем КТ делаем, так сказать, в поисках, значит, опять же говоря, там чего-то. Вопрос, как часто мы это находим? А никто на этот ответ не знает. Ну, кто-то, наверное, это считает, но... Кто-то, да, ну, а это же все основано на каких-то мнениях, да? Ну, а что, хуже-то не будет, что, тебе жалко ЭКГ, что ли, снять? А в масштабах-то, держа вот наши, сколько этих ЭКГ снимают, пес пойми, зачем? Восходный материал, да, эксплуатация оборудований, специалист, да, опять же, вот он сидит и шифрует Да, все про дела, да, все про делах, а никто это не считал, необходимости это, с какой стороны, попробуй, направь на плановую операцию без ЭКГ. Да, 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 у вас ЭКГ и нет. А что ты хочешь на той ЭКГ увидеть, так сказать? Ты, знаете, не знаешь, ну, посмотри на нее, да? Что ты там ждешь на этой ЭКГ? Или, а у вас ЭКГ без расшифровки, а ты врач или где? Да, 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 ты же учился в медакадемии. Ну, ты хоть норма-то. Смотри, вот именно синус, вредный синус. Норму от ненормы-то-то должен отличать, да, как минимум? Да, я там угол, допустим, отклонения электрической оси сердца, может быть, и не посчитаю, да? Не бог весть, как сложно. Но, тем не менее, да, там... Ну, примерно, опять же, да, резкое отклонение оси-то должен быть... Ну, то есть, это норма или нет? Ну, да, да. Проще говоря, там, я же не беру, там, какие-то супер заковыристые, откуда-то там исходят, там, так сказать, да, там, причины какие-то, ЭКГ, там, можно много всего интересного, но какие-то банальные вещи. Уж если ты ее получил... Да. И зачем ты ее требовал? Будь добр. Да. Ну, в общем, вот, как-то, мне кажется, что роль терапевта-то, она в наших условиях недооценена, так сказать. То есть, это больше разговорного жанра доктора, получается, бы, нет? Или все-таки лечить-то вы должны? Ну, смотри, как бы... Нет, я не знаю, что там в поликлинике... Нет, в поликлинической кардиологии я поняла. То есть, чем больше мы на себя берем, тем вам лучше. У нас есть, например, некий общий знакомый, да, Артем Никитич Охотин, который, так сказать, чистой воды терапевт. Я считаю, что как раз он ближе всего то, что вот на Западе называется internal medicine. Он, да. И плевральные функции, и там, какие-то малые манипуляции, это все под силу терапевт. Но я понимаю, что... Один раз в жизни делала плевральные функции. Ну, я делал больше, конечно, но проблема не в том, сколько это было, да, а в том, где это делать. Ну, наверное, в кабинете. С другой стороны, да, опять же, если бы это был, ну, я не знаю, как это назвать, офис, так сказать, вот такого, врача в общей практике, какие-то вещи, так сказать. Потому что на самом деле вот человек с ратидестативирующими поливральными выпитами – это огромная проблема. Потом он куда-то в больницу ложится каждый раз. Так пришел, и либо... Это ксен, да, и бывает, и не только ксен. Чаще даже не ксен, а онкологические больные. Откуда ему? Это на самом деле абсолютно амбулаторная процедура. Ты пришел, тебя пунктировали, да, так сказать, и ушел. И таких процедур довольно много. Ты пришел, тебе что-то сделали, ты, опять же говоря, ушел. И терапевт может довольно много что-то делать, откровенно говоря, да, так сказать, вот такого рода какой-то малый... Всех учили. Ну, особенно... Не, ну, всех, мало того, всех учили. Ну, если это поддерживать, да, грубо говоря, если бы это было нормой, ну, оно бы продолжалось это учение, да, как бы, говоря, посмотрел, сделал, да, а если ты это, как говорится, делал один раз, я тоже там и швы накладывал в годы и годы, но это не значит, что я сейчас это должен делать. Ну, я и заплывала когда-то. Ну, так это же не... Это не значит, что мы все должны... Да, должны это делать сейчас. Ну, какие-то вещи, они, может быть, были бы совсем не лишними, и даже в условиях, так сказать, амбулаторной терапевтической помощи, будь для этого созданы какие-то, так сказать, фасилитис, какие-то возможности, ну, так их же нету, и нету и возможностей, и тебе еще и законодательство этого делать во многом не позволяет, оно говорит, ты что, это должен быть некая таинственная фигура, поликлинический хирург, так сказать, для меня загадочная, так сказать, вот, как бы, причем народ очень часто, да, так сказать, вот у меня суставы болели, я пошла к хирургу, почему, да, вот, казалось бы, да, ну, все-таки, а кому, говорит, еще идти, ну, есть, конечно, где-то там маячат таинственные фигуры ревматолога, да, ну, далеко они не везде есть, и так далее, потому что еще догадайся, у меня же не ревматизм, чего мне к ревматологу, ну, поэтому тут, я говорю, много всяких таких вот вещей, которые, может, было бы даже и пошире на терапевта-то, на вьючинге. Ну, наверное, наверное. А так, получается, да, сводить его роль, конечно, исключительно к некому диспетчеру-проэспециалисту, ну, это совсем, конечно, серьезно. Это грустно, это грустно, я вообще даже не знаю, кому так интересно работать, если честно, я вообще не знаю, кто кто в сети. Это я возвращаюсь к тому, что, несмотря на довольно высокие оклады в городских поликлиниках, народ-то не особое дело, потому что все-таки медицина, многие же работают, ну, слушай, мы в 90-е годы работали, да, значит, мы не ушли, да, ну, значит, что-то как бы людям интересно, и вот эта составляющая нематериальная, она довольно сильна в профессии врача. Ну, тут правда так. А работали на приеме когда-то, нет? Ну, да. Да? На приеме для... Ну, как, у нас была поликлиника. Я понял, вот тоже, да, вот у нас была на пятом курсе поликлиническая практика, как сейчас, по-моему, пришли мы с приятелем в поликлинику номер 39, так сказать, на Новобашиловской улице, мы говорим, о, как здорово, у нас тут как раз народ в отпуска, значит так, вот вам пачечка больничных и пачечка рецептов номерных, и, говорят, вот все вызовы, которые есть, их не так много, типа того, там, 10-15, может, в день, пополам и вперед, как бы говоря, но потом можно и на приеме посидеть. Понятно, да, если времечко остается после 15. Не, ну, мы там, как бы уж там и сидим, и во все тяжкие, так сказать, ну, и сидел, конечно, прием, я амбулаторным кардиологом работал, так сказать, в полуклинике, но я к тому, что сейчас представить себе, что студенты пятого курса пошлют вот так вот к реальным больным, так сказать, ставить там диагнозы, выписывать больничные, нет, взяли в регистратуре нашу подпись, образец, типа, чтобы это был, все, никаких этих самых там, да, там, сертификат, метрификат, еще чего-то, ничего, это никто не требовал, и ничего, мы как-то справлялись, да, да, сказали, есть, ну, что, как бы, это, ну, вы звоните там, главный врач там была очень такая, прям, сама наторобегает, вы звоните, я, как правило, на месте, так сказать, если нет, вот есть там, типа, заведующие отделения, ну, зря не звоните, типа, ну, звоните, вот, я помню, там, и пневмонию спреиз из дома клал, там, так сказать, и там еще, ну, как, да, ну, это вот, вот это реально хорошая практика, на самом деле, для врача, вот, амбулаторная, и там была какая-то медицина, даже вот на моем тогдашнем пятикурсном там уровне, да, то есть я мог с больными как-то это, что-то делать, там, вот так далее, так сказать, а сейчас-то что? Ну, отношение было другое все равно. Абсолютно верно. С одной стороны, надо мной... Абсолютно верно, с одной стороны, надо мной... И в том числе, он пришел к врачу, а сейчас пришел здесь вечеру, его отфутболят. Да, ну, с другой стороны, надо мной не маячила тень там, следственного комитета и прочего, да, как бы, иногда моими там, кто меня туда пахал, а сейчас как, как ты можешь, ты подписывать не можешь, а ну, что тогда, писал прям в карточке, подписывал, рецепт выписывал, там, так сказать, и так далее, там подобное, и ничего. Работали на участке больной, онкологически, пришел морфин, выписал, взял у старшей сестры, унес им, то есть они приходили. Да, так и есть, и рецепты, и так далее, так сказать, ну, рецепт, правда, на морфин, это я не на дому выписывал, но они были, я мог прийти к старшей, я к старшей сестре, они у нее лежали, так сказать. Ну, кстати сказать, отношение к морфину тогда было сильно проще, ну, прям сильно, я когда еще в ординаторе был, у нас, прости господи, дежурил ординатор, и был сейф наркотический, там был такой журнальчик, где ты принял дежурство, сдал дежурство. Надо было вписать, посчитать пусты, все, и ничего, и сейф этот стоял, не то что в бронированной комнате, и человек с племеном, никто его не особо не это самое. А сейчас куча там кордонов и запретов, собственно, что наркоман, что ли, меньше стало? Нет. Мне кажется, что это вот сторона медали, да, так сказать, и терапевтическая помощь, которая могла бы быть, она бы и сейчас могла бы быть, если бы вот это немножко как-то разгрузить. В лучшем случае, да, когда терапевт берет на себя чуть больше, он идет, скорее, против системы, и не каждый на это готов, да, я не готов вот так осуждать, а что вы там ничего не делаете. То есть, есть и другая, конечно, сторона медаль, там, да, учиться, ты скажешь, когда мне там учиться, и чему там мне учиться, да, а сам главное, ну, выучусь я, так сказать, там, условно говоря, делать плюральные пункции, или там что-то, мне их не придется применять в своих последних действиях, потому что диспетчером этим сделал у меня система, а не я сам, да, я, может быть, и рад бы, да, я же говорю, как раз в моем пятом курсе я был участковым терапевтом, там, обычно, но у меня было больше врачебных решений, нежели чем сейчас. И мне, конечно, да, возразят, но система заточена так, что этому человеку не до того. Вот призывать его что-то делать, да, ты давай что-то делай, но это, ну как, это все равно, что голодным говорить, что сладкое есть вредно, да, потому что или там в сале много холестерина, тебе надо бы поберечь, так сказать, а у тебя вот так, ну, это, да, и мы можем что-то улучшить, но если у тебя есть хоть какие-то для этого, так сказать, ну, некие условия, да, есть условия, да, возможность хотя бы провести какое-то время с больным, да, там, так сказать. Время-то очень много, и вообще надо запросить, требовать эту схему в первую очередь время. И тогда уже можно что-то говорить, товарищ, ну, ты бы хоть это... Это тоже о чем, если тебя готовят к этому, если ты можешь... Да, если... Вот этот вот... В Китае, говорят, вообще 5 минут осмотр длится, но он уже... На самом деле, за 10 минут тоже действительно можно много сказать. Если, опять же, тебе говорят, мы с вами можем обсудить только там одну проблему, или заранее, когда человек записывается на прием, ты понимаешь, что 10 минут тебе мало, ты от него отведешь на него как бы 20, но при этом кто-то должен будет вот это все писать, да, а вы будете только диктовать. Ну, да, а вот еще что я забыла сказать, пациентов надо готовить к приему, готовить, надо ему объяснять, что вы должны прийти, у вас четко должны быть выписаны препараты, когда вы их принимаете, во сколько их принимаете, жалобы, запишите все, вы забудете потом мне сказать что-то, да, то есть, чтобы он уже был готов, чтобы все было распечатано, были на листочках анализы, например, если он что-то принес от себя. Это же лукавство, когда тебе говорят, 12 минут, 12 минут смотрят, у него в телефоне анализы. Это не на больного, 12 минут, на самом деле, реального времени разговора с пациентом, есть способы коммуникации, которым можно было бы научиться, если бы ты мог бы их применять. Ну, да, человек будет ходить, так сказать, в какие-то там школы общения, да еще за собственные деньги, да, если у меня это самое, я не отрывая глаз что-то пишу, а сейчас, так сказать, ввожу там куда-то в компьютер одним пальцем, да. Ну, вот эта часть, можно говорить о том, что брать на себя чего-то больше там, где ты можешь это взять. Вот как мне лично кажется. Ну, вот мне когда спрашивают, сколько мне нужно времени, мне нужно на первичного часа, на повторного полчаса. Я работала в государственной медицине, я работала в частной медицине, и я представляю разницу. И разница в первую очередь – это наличие времени на самом деле. То есть, а все остальное, в общем-то, можно решить. Ну, и… Количество болей, конечно, разное, раз у тебя в час. Поэтому тут все как бы… Поэтому я говорю, адресовать призывы, что вы там не будете диспетчером, это, мне кажется, максимум, что может требовать от нынешнего терапевта поликлиника, чтобы он хотя бы к правильному специалисту направлял, чтобы не ошибся, так сказать, что там это не живот болит, а сердце, так сказать, условно я очень говорю, да. Ну, вот это правда так, так сказать. И, конечно, люди не хотят на себя брать лишних обязанностей, я их, в общем, где-то понимаю, да, потому что у них и так их слишком много, и они чаще всего не медицинские, не врачебные. Вообще, врач – это такая очень творческая профессия, человек очень самостоятельный, да, он должен… А у нас оно все вот как-то так, что и врач не свободен в своих решениях, и много у него всяких вот руководителей и так далее, и тут, в общем, как-то так. Слишком много документов, которые нужно заполнять. Да, коллегам-то хотелось как раз бы пожелать больше творческой свободы, как мне кажется, но где же ее взять? Ну, если мы не берем, возьмем амбулаторное терапевтическое звено, да, то в моем личном понимании, да, это все ургентные, конечно, ситуации, которые требуют, там, инфаркты, миокарда, да, там, нарушения ритма. Бог бы с ним, да, с точки зрения пользы для больного, пускай лучше, там, 10 человек отправят в стационары для кому-то, где он не уверен в своих силах, да. Ну, тут, понимаете, правда, опять же говоря, где-то границы, если он всех будет так отправлять, то нафига он нужен, да. Но никогда не стоит, вот на мой личный взгляд, бояться с точки зрения пользы для больного, ну, отправишь-то, что лишку, да, так сказать, ну, в конце концов, там, так сказать, разберутся, да, вот если ты не уверен, это нормально, да. В пользу пациента всегда решаем. Ну, тоже так кажется, да, но ситуации эти всем, в общем-то, хорошо известны, да, как бы, какие там неотложные кардиологические состояния, да, они требуют той или той госпитализации. Другое дело то, что иногда, тут опять же, да, боязнь брать на себя ответственность. Великая мудрость, да, и такой вот врача, это состоит в том, что тебе сказать, брат, у тебя ничего нет, ты можешь идти домой. А отправить в стационар, большого ума не надо. А вот как бы что ни вышло, да, так сказать, вот мы, вот оно и получается, да, так сказать. И вот достичь того уровня, когда ты уверенно можешь сказать, да, это так же, как для хирурга, да, его мастерство состоит в отказе от операции, а не в ее проведении. То есть, сделать операцию всегда и выгоднее, и проще. А вот сказать, что операция тебе не нужна, это, во-первых, менее выгодно, потому что за отказ от операции никто никому ничего не платит. Так еще и ты берешь на себя большую ответственность, отпуская человека от мира, говорит, с тобой ничего не будет. То есть, я уверен, да, как бы, говорю. Но поэтому есть врачи получше, есть похуже. А еще кардиолога, наверное, когда экспертные какие-то вопросы, да, то есть, скажем, сей и прочие вещи. Нет, ну, это мы не берем, есть какие-то такие вещи, да, когда там есть обязательные телодвижения, да, где должно быть написано, ну, и какие-то правила все-таки существуют, да, и мы там можем, да, без консультации, значит, соответственно, не в состоянии. Ну, это вопрос, мне кажется, знаете, в большей степени не медицинский, честно говоря. Ну, там, да. Ну, там и сами все скажут кого-то. Ну, вот как-то так. Ну, понятно. Нет, ну, с коронарной патологией я все равно стараюсь направить, да, не только впервые выявленные, а, ну, прогрессирует же проблема, да. Ну, если она прогрессирует, то да. Нет, ну, мне кажется, как. Нет, просто можем не увидеть, что она прогрессирует. Он вот как ходил там 200 метров, потом у него там болел, сейчас у него не болит, он на препарат. Ну, очень хорошо, а что прогрессирует? Вот, ну. Ну, если он говорит, что я раньше километр проходил, а сейчас 200 метров, то для этого кардиологом быть не надо. Это понятно. Тогда прогрессирует. А если он проходил километр, так сказать, и так и проходит, что там прогрессирует? Ну, пьет он свои препараты, очень хорошо. Я очень часто спрашиваю людей, а вы в больницу к нам пешком пришли? Он говорит, да. Прямо говорю, от метро Октябрьска? Говорит, да. До свидания. Тогда тебя вызывают для решения вопроса, можно ли ему делать операцию? Он же сам пришел, а у него там диагноз стенокардист. Я говорю, а вы сам последний шли по улице? Нет. Для меня это вообще не проблема. Поэтому, ну что, может прогрессировать, может оно и прогрессировать, но понять, что ишемия прогрессирует, для этого, я говорю, кардиологам быть не надо. Стенокардийный при жизни вообще не очень трудный диагноз. Вот не очень трудный. Сердечная недостаточность может быть очень трудным диагнозом. То есть реально, что она есть или ее нет. У какой-нибудь там, вот у тебя есть женщина с избыточным весом, она жалуется на отдышку. Вот у этой отдышки может быть сто тысяч причин. Не всегда так просто разобраться. Стенокардия, если человек жалуется типично, ну это студенческие все случаи, как бы говоря. Даже странно, откуда берется такое количество людей, которых направляют на коронарографию, которых близко нет стенокардии. То есть вот ты с ними общаешься и говоришь, вам нужны какие-то коронарографии. И нагрузочный тест вам тоже не особо нужен. Если вы на пятый этаж поднимаетесь без остановки, у вас ничего не болит. Да, потому что вы живете на пятом этаже и каждый день туда взбираетесь. Зачем тебе нагрузочный тест? Не нужно. Мне тоже так кажется. Наверное, на этом можно завершить и нашим слушателям Я хочу сказать до свидания, пожелать всего наилучшего в их нелегком труде. Легко на здоровье. Да. Спасибо. 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 Спасибо.